Салюты бенгальские огни и гирлянды – неотъемлемый атрибут Нового года, однако неправильное обращение с пиротехникой может привести к печальным последствиям. Впрочем, их можно избежать, если соблюдать элементарные правила безопасности. О них сотрудники Люберецкого пожарного надзора еще раз напомнили на минувшей пресс-конференции. Приобретая пиротехническую продукцию, в первую очередь следует обратить внимание на целостность упаковки. Наличие любых дефектов говорит о сомнительном качестве товара. Затем необходимо подробно изучить информацию, указанную на коробке. В первую очередь, на что необходимо покупателю обратить внимание, это, конечно же, на артикул. То есть он указывается, как правило, в нескольких местах. И, соответственно, в сертификате пожарной безопасности также информация должна содержаться. То есть здесь мы видим с вами артикул РК 8206. В сертификате соответствия видим тот же самый артикул РК 8206. По такому же принципу нужно проверить информацию о производителе или поставщике, а также о сроке годности продукции. Но грамотная покупка пиротехники – это только часть дела. Теперь самое главное – правильно ее использовать. Следует не забывать, что запускать петарды и салюты имеют право люди, достигшие 16-летнего возраста. А некоторые производители могут установить ограничения только с 18 лет. Это зависит от класса опасности пиротехники. Категорически запрещается запуск петард, салютов, фейерверков в непосредственной близости от жилого сектора, как частных, так и многоквартирных жилых домов. Что строго-настрого запрещается использовать пиротехническую продукцию непосредственно с залпа с рук. Пренебрежение этим правилом может привести к самым тяжелым последствиям. 2 января текущего года после запуска праздничного салюта житель Люберец стал инвалидом. Сотрудники Госпожнадзора настоятельно рекомендуют соблюдать все требования и не оставлять без присмотра детей.